Вот у нас есть электронное заявление, которое родители подают, а затем доносят документы. В папках уже копятся свидетельства о рождении детей и справка о месте регистрации. Пятая городская школа принимает первоклассник по территориальному принципу. Электронное заявление через портал Госуслуг здесь принимали 28 января. На следующий день мам и пап будущих первоклассников ждали в школе. Процедура оформления заняла буквально час. Никакой нервотрепки ни для родителей, ни для детей. На 140 мест в первых классах сейчас подано 98 заявлений. Школа считается престижной и весьма популярной. Всех детей, проживающих в нашем микрорайоне, мы в школу примем, независимо от того, сколько их придет. Если придет больше, то мы откроем дополнительные классы. И с 1 июля начнется дополнительный прием всех граждан не по нашему микрорайону. Если будут свободные места, а желающих в нашу школу поступить очень много, поэтому мы открываем такой набор, но только на свободные места. Такая же работа идет сейчас во всех школах города. Несколько учреждений ввели общегородской прием. Там классы заполнились буквально через несколько минут после начала регистрации. Большинство же учебных заведений набирают детей с закрепленных за школы адресов. Кстати, впервые в этом году ряд школы объединили свои территории. В частности, 22-я и 26-я школы, 35-я и 29-я. Это значит, ребенок может пойти в любую из них. Первый этап электронного зачисления уже завершено. В его рамках подано свыше 3000 заявлений. Причем некоторые родители направили их сразу в несколько школ. Дальше заявление принимается в письменном виде. Если классы уже набраны полностью, детей ставят в очередь. С 1 июля начнется их распределение по свободным местам. Мы будем проводить еще мониторинг зачисления в школы. Перекрестное обследование тех распоряжений внутренних по школам смотреть. Потому что вы знаете, что при электронном зачислении многие родители подали заявки в несколько образовательных организаций. И вот как раз это нам позволит определиться с ситуацией и дополнительно провести до приема в школу. Сейчас мы принимаем по 25 человек. Набор идет. Дальше мы будем, естественно, смотреть вопросы увеличения количества детей до 30. С учетом ситуации, может быть, будем в каких-то школах дополнительно открывать первые классы. Дети, которые не попали в школы с общегородским приемом, будут учиться в школах, определенных по месту регистрации. В них места хватит всем, заверили в управление образования. Тем более, что многолетний опыт показывает, как минимум 10% мест освободится, когда родители, подавшие несколько заявлений, определяются с учебным заведением. Добавим прием, в первые классы продлится до 1 сентября.